Я думаю, что многие из вас слышали одно стихотворение или рассказ на брачных торжествах, как однажды один старец пришел в одну семью, жена была дома, мужа не было, и он задал один странный вопрос. Живет ли в вашем доме Иисус Христос? Иисус Христос, жена подумала, помолчала, сказать что-то, ничего не нашлось ей, и он ушел. А когда приходит муж домой, она говорит, знаешь, к нам какой-то старец проходил и задал нам один вопрос. Живет ли в вашем доме Иисус Христос? И он говорит, что ты ему ответила? А она говорит, я ничего не ответила. Ну, а что ты не могла сказать ему, что мы ходим в собрание каждое воскресенье и по пятницам? А она ему говорит, а он не спрашивал, ходите ли вы в собрание или не ходите в собрание? Он немножко подумал и говорит, ну, ты бы сказала ему, что мы жертвуем на дело Господне такую-то сумму. А она ему опять отвечает, а он не спрашивал, жертвуете ли вы или не жертвуете? В общем, он начал еще перечислять, ну, ты бы ему сказала, что мы каждый день читаем Библию, молимся Богу. И у нас даже на стенах тексты Священного Писания она ему опять говорит, а он не спрашивал, молитесь вы Богу или не молитесь, есть у вас тексты Священного Писания или нет. Друзья, это очень важный вопрос. Я бы сегодня хотел задать вопрос, может, не в доме, а в сердце вашем, живет Христос или не живет? А от этого много зависит. От содержания сердца нашего. Одно ли название у нас только, что мы верующие или мы действительно верующие? Мы только христиане или Христос живет в наших сердцах? Насколько это важно, друзья, я хочу одним примером привести. Посещаю одну столицу, возраст уже преклонный, вижу, что уже начинает память у нее слабеть. Она трудно что вспоминает. И спрошу, а кто такой Иисус Христос? Ну, она начала говорить, ну, Христос – это тот, который нас, ну, направляет, ведет, куда трудно выразить. Трудно выразить, но кое-как соглашается, что Спаситель. Задаю ей вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот если ваша жизнь прорвется? Возраст-то уже говорит о том, что может прорваться жизнь. Или Господь придет. Как вы думаете, Он вас отправит в рай или в ад? Она немножко подумала-подумала, а потом говорит, в ад не хочу, а в рай не дотягиваю. Я ей спрашиваю опять, а вы уверовали в Иисуса Христа или не уверовали? Она, конечно, уверовала. Задаю ей вопрос. Скажите, а для того, чтобы в ад попасть, нужно верить в Иисуса Христа или не нужно? Братья и сестры, нужно верить в Иисуса Христа, чтобы в вас попасть или нет? Мне кажется, мы спокойно и без Иисуса Христа в ад попадем. Тогда зачем же мы уверовали в Иисуса Христа, если мы туда не дотягиваем? Братья и сестры, я вам хочу сказать, что никто из нас сам не придет туда, к Богу. Никто. Написано, Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал праведных за неправедных. Был умершлен по плоти, но ожил духом. Заметьте, Христос нас приведет. Мы уверовали в Него, приняли Его и пошли за Ним. И Он нас приведет. Я сегодня хочу говорить о том, что мы имеем. Вы знаете, вот что мы имеем, то можем дать другому человеку. Чего мы не имеем, мы другому дать не можем. А вообще, тема моей проповеди – всегда радуйтесь. И мне кажется о том, что радость у человека, ну это от того, имеет ли он что-то или не имеет. Мы поем одну христианскую песню. «Радость, почему ее не видно в тех, кому навек она дана? Почему до горечи обидно, что душа так радостью бедна? Радуйтесь, другим ее дарите, будьте ближе к Господу, друзья. Радостью, как звездочкой, ведите гибнущих в небесные края». Мне задают вопрос, а почему сегодня христиане такие безрадостные люди, скучные люди? Вы это не замечаете, нет, друзья? Радость очень мало на лицах видно. А почему? Ну, кто-то говорит, мы научились, вот так нас закрепостили, что мы даже улыбаться не можем. У нас нет радости. Но я хочу сказать, смеющиеся люди – это не всегда люди радующиеся. Ну, написано даже так вот, что глупость – радость для малоумного. Могут высмеять кого угодно, вроде бы так, знаете, смеются. Смеются, а радости никакой от этого нет. Я так подумал, ну, а все-таки, все-таки откуда берется радость у человека? И понимаю о том, что если у меня ее нету, но как бы я не улыбался, ну, видно, что у человека радости нету. Мы можем дать только то, что мы имеем. Я прочитаю место Священного Писания, где записано об этом. Первое послание Фессалоникийца, 5 глава, 15-16 стихи. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за злом, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь». Вы знаете, я обращаю внимание на последовательность. Почему именно после этих слов написано? «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за злом, но всегда ищите добра всем». А после этого всегда радуйтесь. Вам приходилось когда-нибудь поступить с человеком так, как он с вами поступил? Воздать злом за зло, неправды за неправду. Скажите, у вас много радости было после этого? Если даже у вас получилось сделать так, как вы намерены. Радовались или нет, друзья? Почему-то радости нету. Когда мы поступаем по плоти нашей, когда мы что-то пытаемся даже достичь своей правоты, достигли, кого-то уничижили, где-то еще, но радости от этого никакой нет. Где же секрет радости? Я прочитаю место Священного Писания, Псалом 44, стих 8. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя Божий Бог Твой, елеем радости боли соучастников Твоих». Прежде всего, я хочу сказать, что настоящая радость, она приходит от Бога к человеку. На это есть причины, почему Иисус Христос был помазан более других соучастников радостью, елеем радости. Вы обратили внимание, почему? Где причина этой радости? «Ты возлюбил правду, возненавидел беззаконие». Вот две причины. Я сначала хотел бы обратить внимание, вообще у человека, откуда источники радости? Братья и сестры, есть два источника радости. Первый источник – это земные, плотские, мирская радость. Земная, плотская, мирская радость. Я немножко хочу остановиться на этом вопросе. Вот чему люди сегодня радуются? И должен сказать, что немало верующих людей, которые тоже в основе заложена вот эта радость. Этого ищем, и отсюда у нас происходит какой-то конфликт с Богом. Ну, первое, на что обращаю внимание. Люди радуются. Я просто так, знаете, выборочно, что мне про что на память, то я и записал. Люди радуются, когда у них хорошее здоровье. Но это же временно. Сегодня есть, завтра его нет. Как только заболел, куда девала вся радость? Следующее. Люди радуются внешней красоте. Красивый, красавец, со всем вниманием обращают. Надолго, друзья? Завидуют другим. Посмотрите, какая красивая. Конечно, ей хорошо жить. Эх, если б я такая была, у меня б все тоже было хорошо. А что вы поговорите с этими красавицами? Сколько у них проблем и горя. И почему-то они тоже не радуются. Даже больше хочу сказать, друзья. Ну, чуть-чуть касаясь этого вопроса. Вот все женщины считают, что они некрасивые. Еще чуть-чуть до красоты. Все мужчины считают, что они красивые. Им достаточно. Братья и сестры, я вам хочу сказать, ну, вот в этом вопросе, в этом вопросе это наша способность. И я скажу, люди очень быстро разочаровываются в этой красоте. И поэтому чуть-чуть прошло, и радость исчезла. Кто-то радуется хорошей зарплате. Получил хорошую зарплату и радуется. Скажите, надолго этой радости? Если он завтра получит такую же зарплату, уже радости у него не будет. Ему надо что-то больше уже. Потому что уже все. И поэтому, знаете, радость тоже это временное. Приобретение. Кто-то приобрел дом, приобрел машину, приобрел одежду хорошую. Радуется. Надолго этой радости? Нет, она быстро проходит. Быстро проходит. Кто-то, знаете, радуется, когда достигает власти, почести, решение своих семейных вопросов. У него вседозволенность, всякое развлечение. И он радуется. И вы знаете, я смотрю, как однажды псалмопевец Асав говорит, посмотрел я на этих людей? На работе человеческой нет их. У них успех в жизни. Все они рядышком прыгают, радуются. И говорит, туда же и народ мой смотрит. Твой народ смотрит. Туда же. И вот я смотрю иногда, вот причина нашей радости, причина нашего уныния. Отчего она бывает? Братья и сестры, когда мы последовали за Иисусом Христом, то нам нужно было от чего-то отказаться. Но Христос же так сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя. Возьми свои кресты, последуй за мной. Но я вам хочу сказать, что сегодня, в принципе, я уже вчера говорил, христианская жизнь, то и неплохая. Мы все имеем. У нас хорошие оркестры, хорошие братья, сестры. Нас очень много. Мы же не один по одному живем, и нас все возненавидят. Нас даже надо уважать в этом мире. И, вы знаете, мы что-то стремимся. И вот мы стремимся к чему? К земному. К земному. И радости ищем в земном. В приобретениях. Пожить бы в свое удовольствие. Где-то поразвлекаться. И думаю, что в этом вся и радость. Но, увы, у нас не получается. И не получится, братья и сестры. И не получится. Мы себя где-то от этих вот особых, можно сказать, прелести, наслаждений греховных, мы себя ограничили и пытаемся, чтобы у нас оно что-то плоское было. А оно и не получится. Ничего. Этой радости нет. И те, кто туда пытается пойти, там взять хоть что-нибудь, там погибают, и ничего не получается. Потом говорят, ну, когда я еще был в церкви, я жил, а теперь я вообще существую. Ничего у меня нет. Я бы еще обратил внимание, подтверждая эту мысль, что иногда люди именно в этом ищут смысл жизни и радости, чтобы вы точно знали, что у вас это часто направление. Посмотрите на молитвы наши. О чем мы молимся и просим у Бога? Вам не кажется, что все чисто земное, плоское для меня. Здоровье, охрану, зарплату, дом, машину. Что еще, друзья? Наши молитвы постоянные, каждодневные. Пошли, дай, дай, чтобы мне было хорошо. Мне кажется, мы уверовали в Иисуса Христа и говорим, Господи, пойди за мной, я буду тебе все рассказывать, что нужно делать. И я буду счастлив, если ты будешь выполнять все, что я тебе скажу. Мы иногда путаем приоритеты. Мы думаем, что не нам нужно следовать за Господом, а Господу за нами. Не Бог должен указывать нам, а мы должны указывать, что нужно делать. И отсюда у нас часто разочарование. И я больше хочу сказать, наши, когда спросим, расскажи, пожалуйста, на вопросы или на молитвы, которые ответил тебе Господь. И я вам точно скажу, что в основном 99% это молитвы, которые отвечают земные. я просил Господи, помоги мне экзамены сдать, и Он мне помог. Я даже не учила или не учила, мне помог Бог. Кто-то радуется тому, что проехал на машине без бензина и рассказывает об этом, что Бог мне помог. Кто-то радуется тому, что дом получил, кто-то зарплату получил, кто-то получил исцеление в здоровье, кто-то решил свой семейный вопрос. И в основном в этом все и радуются, все наши наслаждения и радости. Братья и сестры, вот отсюда у нас и нет этой радости. Я начинаю вспоминать, это было так давно-давно, мне трудно даже вспомнить конкретно, как это было, но что-то я получил, я помню, что я радовался. Я сегодня хочу сказать не об этой радости. Слово Божие говорит источник радости, и первое, на что хочу обратить внимание, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Давайте мы практически теперь посмотрим, даже на вот эти проблески и радости, которые мы сегодня имеем в Иисусе Христе. Сегодня машины водят и братья и сестры, нарушают правила движения и братья и сестры, все нарушаем в этом вопросе. И вот, наконец-то, останавливает сотрудник ДПС и предъявляет нам претензию нашего нарушения. Как мы себя ведем в этом вопросе? И, ну, я сам свидетель и попадал сам в эти ситуации. Но начинаем оправдываться. Оправдываться не так, а вот так. И вдруг получилось. Получилось. Мы где-то обхитрили, нам отдали документы. Езжай. Езжай. Ладно, что с тобой спорить? Братья и сестры, получили мы документы. Мы радуемся, что нас хорошо не наказали. А я вам хочу сказать, а на сердце тоска. Ты же обманал. Ты же христианин. А почему ты пошел таким путем? Да, ты сэкономил 200 или 500 рублей. Общение с Богом, а радость. Есть или нет? У нас бывают разговоры с братьями, с сестрами. Появляются некоторые вопросы, мы начинаем вот так юлить и вышли сухим из воды. Вам нравится человек, который умеет выходить сухим из воды или который может честно признаться? Да, я вот так, вот так поступил. Братья и сестры, я когда смотрю на людей, которые так вот раз смотришь, поймался, все. Думаю, как теперь он будет выкручиваться отсюда? Я знаю массу людей, которые выкручиваются. Вот так. Еще и Бога в свидетели призывают. И вроде бы что-то у них получается, не наказали. Не наказали или, ну, успел выкрутиться и смотрят еще и как будто на коне. Я смотрю на других людей, смотришь, попался. Ага. И он так смирился, говорит, виноват. Простите меня. Братья и сестры, я смотрю, мне кажется, как красиво. Как красиво. И человек пошел и радуется, и другие радуются. Но, братья и сестры, а когда я сам так поступаю, у меня вдвойне радость. Когда я могу не только видеть других, когда я сам пошел этим путем, путем найти правды. Путем правды. У меня сердце наполняет двойная радость. Мы иногда радуемся, что нас не упоймали, когда мы согрешили. И смотрим, никто не видел. Их кто-то сдал меня. Ну, надо же, ну, враг мой сдал меня. Вот. Но, братья и сестры, и радость, что нас... Они не понимают, что нас еще Бог видит. Бог видит. И все равно от того, что мы что-то достигли, что-то сделали, где-то мы согрешили. Ну, скажите, радость пришла в вашу жизнь или нет? Ну, наконец, я коснусь нашей сегодня небольшой проблемки. Интернет. Закрылись. Посмотрели, никого нет. Посмотрели, почитали, что нет. Насытилась душа, братья и сестры. Какая горечь. Сколько слез. Разочарований, исповеданий. И радуется, когда освободился, а не когда туда залез. Обратная сторона радости. И вот Слово Божие говорит, поэтому помазал тебе Бог илеем радости, боли соучастников твоих, потому что ты возлюбил правду, возненавидел беззаконие. Братья и сестры, я хочу обратить внимание теперь радости, победы. Вот есть радость от победы. У нас бывает так. Борьба. Неверующие люди тоже борются. Сказать, что они не борются с пьянством, с куревом, наркоманией, грехами всякими, верность Богу друг другу сохранить, борются, но их не получается. Они говорят, ну я борюсь, но ничего не получается. Иногда говорят, ну сердцу ничего не прикажешь, ну что я могу сделать? Вот. И чувствуется поражение. Когда мы обратились к Богу, и Бог даровал нам свою жизнь, у нас борьба осталась или не осталась? Борьба остается. Но в этой борьбе начинаются победы. И вот эта победа окрыляет меня радостью. Радость победы. Слово Божие говорит нам о том, что рожденный от Бога побеждает мир. И сия победа есть победившая мир, вера ваша. И вот я вам хочу сказать, когда мы начинаем смотреть на вот эту радость, на эту победу, эта радость совершенная. Это уже совсем не та радость. Мы тогда можем действительно иметь общение совсем другое, духовное общение друг с другом, показывая о том, как Бог совершает во мне эту силу. Братья и сестры, я теперь обращу внимание прежде всего на Христа. Написано, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Прежде всего, я обращу внимание, Иисус как сам поступал, так и учил других. У нас чаще бывает обратно. Я люблю правду, когда ты говоришь. Ты говори правду. А за себя у нас немножко по-другому. Ну, я же человек, тоже способен ошибаться. И отсюда у нас нет этой радости. Вот у Христа Он так сам поступал и так учил других. И поэтому Он любил это в себе, возлюбил, и написано, что Он и в другого так же точно поступил, и к этому старается, чтобы у нас это было. Псалом 5, 5, 6 стих. Ты Бог, не любящий беззаконие, у тебя не водворится злой. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Вот такого наш Бог. И поэтому Он, прежде всего, братья и сестры, Он вводит нас в свою сферу, в сферу вот этого помазания елеем радости, вот как раз на этом основании. На основании правды, на основании возненавидеть беззаконие. Я вам должен сказать, то, что человек любит, он скрывает в себе, он прячет. То, что он не любит, от этого он избавляется. Оно ему не нужно, оно ему лишнее, он от него избавляется. Докажу это простым случаем, который описывается в Священном Писании. Бог предупредил, когда приходите в Иерихон, тогда ничего не возьмите из Иерихона, все это заклято. Смертью умрет тот, кто возьмет, будет тоже заклято. Но потом мы узнаем о том, что все-таки Ахан взял. Все эти проблемы, трудности вы знаете. И вот, наконец, к Ахану. Ахан, расскажи, что ты сделал. Посмотрите, как он рассказывает. Я взял одежду, серебро и золото. И говорит, это мне полюбилось, я это взял и, что сделал? И спрятал. В шатре своем. В шатре своем. Братья и сестры, вот то, что мы любим, мы его таим там внутри, носим, чтобы никто не знал, прячем. Если нас что-то тревожит, оно нам не нужно, мы от него избавляемся. Оно нам не нужно. Но вот то, что у нас внутри есть, вот этим мы и живем. Давайте мы просмотрим некоторые моменты, откуда у христианина радость. Псалом 15, стих 11. Полнота радости пред лицом Твоим, блаженства в деснице Твоей. Полнота радости пред лицом Господнем. Написано, блаженно чистое сердце, ибо они Бога узрят. Вы помните, когда Адам не согрешил, у него были радостные общения с Богом. Но когда он согрешил, первое, что он сделал, прятаться стал от лица Господня. Матфея 25, глава, 21 стих. Верный и добрый раб, войди в радость Господина Твоего. Человек получил талант или мину, пошел, трудился, и приходит и говорит, Господин, мина Твоя пронесла 10 мин. Скажите, когда он шел навстречу Господину, он шел со страхом или с радостью? А, братья и сестры? С радостью. У него было, что представить, у него радость, успеха в его жизни, в его труде, и он радуется. Я вам скажу, один секрет открою. Вот когда человек выходит на благовестие, побыл на благовестие, он зажигается радостью. Вы заметили? Приходит, радуется, и так на сердце радость у него. Но, братья и сестры, успеха-то еще никакого нет. Бывает, мы благовестуем, благовестуем, и никакого успеха нет. Попробуйте хоть одного человека привести к Богу, чтобы он обратился к Богу, и вы узнаете, что такое радость. Радость спасения другого человека. Успех. Бог может, но и пользоваться. Эта радость совсем не та, что временное приобретение. Попробуйте жить этой христианской жизнью. Жизнью, которой Господь повелел, чтобы мы шли и делали это. Результаты приносят всегда радость человеку. Ведь мы же выходим на работу, и человек радуется. Нашел работу. Попробуйте ему не заплатить. Много у него радости будет, того, что он работу нашел. Он мне спрашивает, когда я был в Америке, мне спрашивают, а у вас там работа хоть и есть. Работы хватает. День и ночь. Зарплаты не хватает. Братья и сестры, вот иногда, вот я вам скажу, радость-то не от того, нашел работу или нет. Работаем иметь радость от результата. Следующее, на что я хочу обратить внимание. Псалом 118, 162 стих. Радуюсь я Слову Твоему, как получивши великую прибыль. Чему радуюсь, друзья? Слову Твоему. Скажите, какое слово нас радует? Какое слово вы носите с радостью? Читаете ли вы Священное Писание? Находите ли вы в нем это откровение, вот этот хлеб, от который сердце ваше умиляется и радуется? Как правило, я хочу сказать, как мало таких людей сегодня. Нас больше радует другое, нежели то живое слово, которое производит в нас благословение, производит в нас радость. А я вам хочу сказать, а это от того, когда мы углубляемся в Слово Господне, начинаем его изучать, вот тогда, когда мы докапываемся до этого зерна, до этой истины, тогда сердце радуется. Тогда, знаете, хочется поделиться этой радостью с другим человеком, этим словом. Вам не задавали вопрос, а почему мы не умеем разговаривать друг с другом о Слове Божьем? Мы о чем угодно можем разговаривать, а о Слове Божьем нет. А я хочу сказать, потому что мы не получаем нужного, вот не радуемся тому, вот Слову, которое я достал. Мне нечему поделиться, нечему рассказать, то, чем я живу, о том я и и разговариваю с людьми. Первое послание Петра, первая глава, я прочитаю с третьего стиха. Благосовен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивши нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом радуйтесь, поскорбевший теперь немного, если нужно, от различных искушений. О чем радоваться, друзья? О спасении, которое нам дает Господь. Мы сегодня слышали о грядущем гневе, который существует, который обязательно придет на всю Вселенную. И он написал «Радуйтесь об этом, о том, что это спасение пришло». Дальше я хочу прочитать, еще смотрите. «Об этом радуйтесь, поскорбевший теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. К похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевший любите, и которого доселе не видя, веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную». Отчего радостью человека? От любви к Иисусу Христу и от веры в Него. Эта радость неизреченная. Любовь, она все перекрывает, знаете, и человек хочет все отдать, он для этого начинает жить, у него появляется цель. Вот от чего вы имеете эту радость, от любви к Иисусу Христу и от радости. «Если у меня нет любви, радости не будет. Никакая инертная жизнь радость не принесет мне. И тем более, если у меня есть какое-то зло или ненависть, никогда такой человек радоваться не будет». Я тут же хочу сказать еще одну мысль, что от сознания того, что любит меня Бог, человеку приносит великую радость. Об этом записано Евангелие Теана, 15 глава, с 9 стиха. Я прочитаю это место. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, прибудете в любви Моей. Как и я соблюл заповеди Отца Моего, и пребываю в любви Его». Это сказал я вам, да радость Моя у вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Обратите внимание, на что здесь Христос говорит. «Прибудете в любви Моей». Вот основание радости, и тогда радость ваша будет совершенна. А как нас возлюбил Господь? До какой степени нас возлюбил Бог? Мы иногда этого просто не понимаем. Давайте я прочитаю Евангелие нас Бог. Ты возлюбил их, как возлюбил Меня. Мы понимаем эту любовь, братья и сестры? Мы видим, насколько мы дороги в лице Господа нашего Иисуса Христа. Нас Бог возлюбил так, как возлюбил Сына своего Иисуса Христа. Мы стали детьми Отца Бога нашего. Радуемся ли мы этому? К сожалению, иногда от нашего незнания у нас не хватает на это радости. Я еще обращаю внимание на одну мысль. Первое послание Иоанна, первая глава, с 3 по 4 стих. Иоанн говорит, пишу вам об этом, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Это я написал вам, чтобы вы имели радость себе, совершенную радость. Вот в чем заключается. От общения с Богом и общения с братьями и сестрами происходит у человека совершенная радость. Я бы еще коснулся одного момента и потом будем делать выводы. Иисус Христос говорит так, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Вот тогда, когда человек получает ответы на свои молитвы, тогда у него радость совершенная. Я только хотел бы сказать, братья и сестры, нам надо немножко перестроиться неземные просьбы открывать. А вот, например, такие. Господи, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя в моей жизни. Я хочу исполнить Твою волю, Боже мой, Боже мой, что повелишь мне сделать? И вот Господь отвечает и указывает. Я вам хочу точно сказать, радость будет совершенная. совершенная радость ее об этом заповедовал Иисус Христос, что она так будет. Но вы знаете, в жизни человека иногда бывает так, умом понимают, и мы теоретически все понимаем, а в практике у нас бывают проблемы. И вот в этой проблеме, вот мы и стараемся, мы как-то занимаем, знаете, такую жизнь, как шизофрения. Знаете, шизофрения, как раздвоение личности. Вроде бы, он понимает, что мое место с Иисусом Христом, я заключил с Ним завет, я дитя Божие, но почему-то меня земное влечет сюда, и я сам в себе борюсь, и меня тянет и туда, и туда. Меня тоже так тянуло, и туда, и туда. Братья и сестры, я вам хочу сказать, что необходимо сделать конкретный выбор, решение принять, кому я буду служить, чью волю буду исполнять. Народ израильский, когда Бог вывел его из рабства египетского, у него пришли некоторые кризисы. Ну, к примеру, идут по пустыне, и у них нет воды, и нету еды, хлеба нет. Кто мог решить эту проблему? Они начали роптать на Моисея. Моисея, зачем ты вы у нас из рабства египетского? Куда ты нас ведешь, чтобы здесь уморить нас голодом, или чтобы мы умерли от жажды? Они к нему начинали приступать, они начинали роптать на него, готовы были даже его побить. Кто проблему эту решил? Эту проблему решил сам Бог. Он сказал ему, как поступить, чтобы они напились воды. Он говорит, не Моисей дал вам хлеб с неба, я. Не Моисей дал вам воду, это я стану у скалы и дам вам эту воду. Это утоление жажды, эту духовную пищу дал Иисус Христос, дал наш Господь. Я хочу обратить внимание на то, что в нашей жизни появляются некоторые проблемы и кризисы, потому что у нас тоже бывает вот такое, знаете, понимание есть, что где-то должно быть что-то хорошо, а этого нету. В моей жизни этого нету. Мы носим только внешность, что вроде бы хорошо держимся. Я даже задал вопрос, давайте-ка попробуем сегодня все наши решения церковные убрать, сказать, делайте, как вам кажется, правильно при лицом Господнем. Как вы думаете, изменится наша молодежь или нет? В лучшую или в худшую сторону? В худшую сторону. А почему? Вы понимаете о том, что держимся на каких-то постановлениях и законах, но человек, который имеет внутри себя Иисуса Христа, ему не нужны законы. Он говорит, вложу законы в сердца их, напишу их, и никто даже учит друг друга не будет. Это человек, рожденный свыше, это человек, который имеет Христа, имеет водительство Духа Святого, и он этим живет, он выше всего. Прошли искушения сегодня цифровая техника наша, интернета и тому подобное, и мы не знаем, как с ними бороться, это самая большая проблема, которая постигла нас сегодня. А я хочу сказать, да не эта проблема нас постигла, нас постигла проблема на то, что внутри Бога нет, который поднимает выше всего этого. Когда мы проходим выше, нас не касается это. У меня любовь к Богу сегодня, у меня сегодня желание исполнить волю Божию, а не просто это мирским наслаждениями жить. Все, кто живет сегодня этой плотской жизнью, ищет плотского удовлетворения, вот в этом хочет увидеть руку Божию братья и сестры. Это люди, живущие сегодняшним днем, они погибнут все, я вчера об этом говорил. Это люди, которые дай нам поесть хорошо, дал поесть, объелись и умерли. Вот, что нас сегодня ожидает, если мы сегодня живем этой плотской жизнью. Дай нам машину, дай нам дом, дай нам пищу хорошую, дай нам одежду, дай мне то и другое. И вдруг мы получаем и вроде бы радуемся, а дальше что? И с этим погибаем, и нам казалось бы, вот теперь бы нам подцарствовать на этой земле. Но не к этому же нас Бог прозвал. Вы понимаете, что это кризис духовный? И если у нас чего-то нет, мы унываем и тоскуем, мы часто разочаровываемся. Почему со мной так случилось? Что я хуже всех? У меня появляются трудности, страдания, переживания. Почему другой живет и радуется? У него нет этого. Люди в мире вроде бы не получают, а мы, а мы как будто в тупике. Братья и сестры, тогда не в тупике мы. У нас источник жизни Иисус Христос. Общение с Ним, имеющий Сына Божия, имеет жизнь вечную. Он есть настоящий источник радости нашей. Он настоящий источник радости. Я хотел бы обратить внимание, что однажды Иисус Христос в один из праздников, об этом записано в книге Иоанна, то есть, в Евангелии от Иоанна, 7 глава, 37 стих. Он сказал такие слова. Самый такой великий праздник, когда люди вспоминали, когда у них была трудность большая, они были в пустыне, не хватало у них пищи, то есть, воды не было, они были в большом тупике, и потом, наконец-таки, Бог им дает из скалы воду, и они радуются. И вот они находятся в этом большом тупике, а празднуют этот праздник кущей. Это событие вспоминается, и вот Христос в последний день этого праздника выходит в храме и громко-громко объявляет, кто жаждет, иди ко мне и пей. Они как раз это вспоминали, народ жаждал и не знал, где найти утешение, как утолить жажду. Иди ко мне и пей, кто жаждет. Я вам хочу сказать, сегодня Иисус Христос, он так сказал громко, что мы до сих пор слышим это. И этот призыв сегодня, кто жаждет, у кого сегодня жажда по жизни духовной, у кого сегодня жажда жить жизнью победы, жить жизнью радости, у нас есть источник Иисус Христос. Он призывает сегодня, иди ко мне, я утолю твою жажду, я дам тебе то, что тебе никто не даст, ни за какие деньги, который никогда не исчезнет. И я утолю тебя. Однажды, однажды меня пригласили на одно день рождения. Одна сестричка, уже в возрасте, лет под 40 с лишним, одинокая, она пригласила на день рождения. Я пошел вместе с женой к ней на день рождения. И думаю, у нее, наверное, много переживаний. Как-то нужно создать общение, знаете, общение такое, чтобы, ну, прошло празднично и хорошо. А как вот, ну, когда у человека все хорошо, кажется, легко создать. А когда видишь у человека трудности и проблемы, создать общение очень тяжело. Я ей задал вопрос. Я говорю, можно я тебе один вопрос задам? Задаем. Так, несколько человек, нас собралась небольшая группа. Скажи, в твоей жизни кризисы были? Тупики были в твоей жизни или нет? Она говорит, были и серьезные тупики были. Было такой степени тупик, когда я понял, Бог меня не слышит, не отвечает, и я для Него безразлично. И сколько я не просила, пошли мне то, другое, третье, не отвечает Бог. И вот я говорю, в таком тупике, меня никто не понимает, я решила, пойду последний раз на собрание. Если мне Бог ничего не ответит, больше ходить не буду. Все, это последний раз. Прошла, говорит, внимательно слушаю Слово Божие, нахожусь на собрании, и ничего мне Бог не сказал. И я иду назад в собрание с решением больше не пойду. У вас, наверное, тоже такое бывало? Я встречал не одного человека, который последний раз шел в собрание. Вот и она последний раз шла в собрание. Идет домой, приходит с этим решением, все с Богом покончено. И вдруг у нее вспомнился один псалом. Я его прочитаю вам. «Если вдруг душою ты устанешь от тяжелой жизненной борьбы и любить и верить перестанешь, окунувшись в волны суеты, если вдруг захочешь возвратиться в мир страстей, забыв Иисуса путь, не забудь прийти к Нему проститься, еще раз в глаза Ему взглянуть, еще раз сказать Ему, как прежде обо всем, что дух смущало Твой, от Твоей не сбывшейся надежде, о тоске гнетущей немой, о друзьях и братьях, не хотевших руку помощи тебе подать, чтоб тебя от бури налетевшей защитить и в горе поддержать. Помолись, и в этот миг прощальный может быть душа твоя поймет, отчего ты слабый и печальный, почему тоска тебя гнетет с Иисуса близкое общение, может быть тебе даруют вновь радость, мир, надежда и обновление и святую первую любовь. А на это я вспомнила эти слова, этот псалом, прошла домой, закрылась в своей хате и решила все рассказать Иисусу Христу. И когда я Ему рассказывала все, я не знаю куда, что делать, вся ноша упала от меня. я почувствовала, понял, как близок Бог, как Он меня любит. У меня все проблемы решились сразу. Когда Господь сердце моё напомнил, когда я поняла, что я дитя Божие, все проблемы решились сразу. Все, я это жила и живу, и радуюсь сегодня. В том же одиночестве, в тех же проблемах, Бог со мною, у меня есть надежда, скоро явится Христос, слава моя, там вся награда моя будет. Не зря несут трудности и переживания. Братья и сёстры, я пользуюсь нередко этой возможностью, когда у меня проблема, их много проблем, разных проблем, я ищу личного общения с Богом. Я ухожу один на один или на природу к Богу, или ещё куда, и молюсь, столько, сколько надо, расскажу всё, что у него есть на сердце. И точно я вам хочу сказать, Бог утоляет жаждущего. Меняется всё, события, может, ситуация не меняется, но Бог очень близок ко мне. Бог настоящий утешитель, настоящий источник жизни. я бы хотел сегодня вам посоветовать, друзья, если у вас сегодня проблема, если вы сегодня находитесь только одно содержание, только одна форма, а жизни содержания нет у вас, Христос не живёт в вашем сердце, или вы не радуетесь Христу, вы сами себя не понимаете, вам нужно сегодня близкое общение с Иисусом Христом. Он говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Я бы хотел вам посоветовать два варианта прихода к Иисусу Христу. За закрытой дверью, где ты можешь всё, несмотря ни на что, не экономя время, рассказать Иисусу всё, что у тебя есть. Может быть, это понадобится час, может два, но сладостное общение будешь помнить всю жизнь и будешь туда почаще приходить в уединение с Иисусом Христом. Вы знаете, у меня, я каждый день молюсь дома с женою, но у меня всегда есть потребность помолиться одному, чтобы мне никто не мешал. Для этого мне приходится вставать очень рано, когда никто мне не позвонит, не позовет ни звонком, никто не пришел, никуда мне никто не торопит. Я могу один на один сказать Богу всё, что у меня есть, побыть в общении с Ним, в общении со Словом Божиим. И душа моя обновляется. Братья и сёстры, второе место, где есть встреча с Иисусом Христом, Христос говорит, где вас двое или трое собраны во имя моё, там и я посреди вас. Сегодня нас больше здесь, он тоже здесь. Я получил и в таком состоянии. Я помню тот момент покаяния, когда я пришёл с Единорода Божия, я шёл с большими проблемами, трудностями, мне не получалось прийти к Богу, мне не получалось покаяться, я дома молился, Господи, помоги мне покаяться, дай мне эту новую жизнь. И вот однажды, когда я пришёл на собрание, вы знаете, и я понял, что меня Господь зовёт. Я понял, когда я откликнулся на этот призыв Божий, вы знаете, моё сердце наполнилось полным миром и радостью и общением с Богом. И я вам хочу сказать, вот эти два варианта, личное общение и общение с народом Божьим, когда за тебя помолятся, дают новую жизнь человеку. Можно сказать ещё один момент, это момент, когда человек открывает свою душу в личном исповедании, открывает все свои переживания, вместе с ним кто-то молится, происходит обновление души и воссоединение общения с Господом. Мы сейчас будем заканчивать, вернее, моё слово я хочу закончить молитвой, призывать людей, всех, кто здесь находится, вот приблизиться к Богу, послушать голос Иисуса Христа. Ведь сегодня Он говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Слово Божие говорит, если ты услышишь голос Его, не ожесточи сердце своего, приди к Иисусу и помолись Ему. встанем, дадим возможность помолиться. Может, у кого-то еще есть желание пройти сюда и помолиться Богу, пройдите сюда для молитвы. Иисусу Христа.